А у тебя точно есть pre-intermediate? Давай проверим в этом видео. Результаты сразу. Меня зовут Вероника, и это Puzzle English. Здесь будет 10 вопросов, и если на 7 из них ты ответил верно, то поздравляю, у тебя точно pre-intermediate. Загивай пальцы, чтобы узнать результат сразу. Ответ после каждого вопроса. Первый вопрос. Выбери правильное предложение. Как ты думаешь? Последний вариант верный. Загивай палец, если выбрал правильно. А почему так? Потому что здесь есть сигнальное слово last night, а значит, мы не можем использовать ни present perfect, ни present perfect continuous. Кстати, а какие еще сигнальные слова от Puzzsimple вы помните? Вопрос второй. Выбери правильное предложение. Это должно быть легко. Да, конечно! Опять последний вариант ответа верный. И здесь тоже простое объяснение, потому что это грамматическая конструкция. To be going to do something, намереваться что-то сделать. И здесь глагол to be am. Do something – это walk in the park. Соединим это все вместе и получим I'm going to walk in the park. Загибай палец, если выбрал верный вариант. Вопрос три. Выбери правильный модальный глагол, который подходит к этому предложению. He – be at work. I just talked to him on the phone, and he said he was at home. Doesn't have to, can't, mustn't. И правильный ответ – can't. А почему? И have to, и must в текущем предложении значили бы, что не должен быть на работе. Почему-то. А смысл предложения именно в том, что он никак не может быть can't, то есть там физически, потому что он дома. Двигаемся дальше. Вопрос четвертый. Синоним слова funny. Сможешь угадать? Honey – это мед. Interesting – это интересный. А вот как раз amusing – это веселый, забавный. Например, He's the most amazing man I know. Он самый веселый человек, которого я знаю. Вопрос пять. Что мы должны вставить в это предложение? Where these cars produce? Are, have, did. Здесь, как мы видим, должен быть пассивный залог. Produced – в прошедшем времени, поэтому did – отпадает. А если мы выберем have, то получится, что машины сами что-то произвели, а что непонятно. Поэтому первый вариант ответа правильный. Where are these cars produced? Где производятся эти машины? Двигаемся дальше. Вопрос шестой. Уже осталось меньше половины. Какое слово нужно вставить в это предложение? There isn't sugar left. No, some or any. Предложение уже само по себе отрицательное, поэтому первый вариант no нам точно не подходит. Ну, у нас же не может быть двойного отрицания в английском. Some мы используем в положительных предложениях. А вот как раз any мы используем в вопросительных и отрицательных предложениях. Угадали? Не забывайте считать свои баллы. Двигаемся дальше. Вопрос седьмой. I'll call you. I have some information. Что мы должны вставить в это предложение? As soon as, while, until. И правильный ответ, конечно же, первый. As soon as. Как скоро, как. То есть я позвоню тебе, как только у меня будет какая-то информация. Остальные варианты нам не подходят просто по смыслу. While это пока, в то время как. А until это до тех пор. Вопрос восемь. Выбери правильный ответ. This is the incredible place I've ever visited. More, most, or very. Концовка предложения нам как раз подсказывает, что из всех мест, которые я посещал, а значит, должно быть самое невероятное. Поэтому most – правильный ответ. Превосходная степень сравнения прилагательных. This is the most incredible place I've ever visited. More – это более невероятное. Не подходит. Very – это очень невероятное. То есть так же не подходит нам по смыслу. Не забывай загибать пальцы, если ответил верно. Вопрос девять. Выбери правильный ответ. You are good friend. Very, so, such. Very – сразу отпадает, да? Артикль же very a good friend. So, such – тут суперинтересный лайфхак. So – только, когда после идет только прилагательное. То есть, например, It is so interesting, it is so exciting. Such – когда после прилагательного идет еще и существительное. То есть, например, You are such a good friend. Ты такой хороший друг. It is such an interesting book. Это такая интересная книга. И... Та-да-да-да-дам! Последний вопрос. Подписаны ли вы на Puzzle English? Если да, то смело добавляйте себе бал. Если нет, то добавляйте бал только после того, как подпишетесь. Вот и все. Теперь ты знаешь, есть ли у тебя pre-intermediate. Как вам такой интерактивный формат? Нам очень важна обратная связь, поэтому пиши «да», если делать еще такие тесты с ответами. Были рады тебя видеть. See you soon! Bye-bye! Субтитры сделал DimaTorzok